Так, что там Лена мне показывает? Рукомах вот этот, вот он что означал. А еще как-то только заводишь машину, сейчас она делает вот так вот. Что там? Закленил походу. Денис, я хочу тебя порадовать. У тебя в подвеске какой-то кап... Почему-то всегда, покупая такие машины, каждая поломка становится для нас неприятным сюрпризом. Несмотря на то, что когда мы брали эту машину, мы все понимали, что вроде как она далеко не молода, она должна ломаться. Но тем не менее, когда каждый раз поломка бьет по нашему кошелечку, мы так недовольны. И ровно эта ситуация происходит в данный момент с нашим 208. Когда я отдавала эту машину первый раз собственнику после съемки, я говорила о том, что есть какая-то проблема с коробкой передач. Нет, говорил он, коробку здесь диагностировали. Кто диагностировал, как диагностировал и почему он диагностировал ее столь некорректно, я не знаю. Но через неделю коробка встала в аварийный режим и пришлось ее ремонтировать. Прелесть этого проекта, в отличие от, например, проекта нашего с Потаповым Гелендвагеном, в том, что здесь абсолютно стандартная история молодого человека. Машина куплена реально на последний. И сейчас, когда возникают какие-то необходимости каких-то ремонтов, это, конечно, все наскребается по сусекам. И именно человек старается найти наиболее дешевые варианты, наиболее дешевые решения. Из неприятных вещей, которые происходят сейчас, блин, это вот самое, что меня пугает, это то, что периодически мотор работает с неровными оборотами. Почему? Что происходит? Я не знаю. Так, что там Лена мне показывает? Она с жопу хотела бы снимать, то есть она вперед проехала. А, с жопу, да. Рукомах вот этот, вот он что означал. Коробка передач, вставшая в аварийный режим, в какой-то момент заставила Дениса отправиться в сервис и сказать, а какого фига, вы же ее диагностировали. Ну, не получилось, не ж могла, сказали они. И что было дальше? Дальше нужно покупать плату. Была предложена плата за 15 тысяч рублей. Денис, поискав в интернете, понял, что плата это просто пластиковая штучка. В данном случае у этой машины электронный блок управления коробкой еще в плату не был встроен. Плату в итоге купили вместо 15 в сервисе за 6. Плата, масло, фильтр, работы 20 тысяч рублей. Первое неприятное и относительно большое попадало у владельца этой машины после ее покупки. А далее наступает зима, и у Дениса выходит из строя печка. Как-то холодновато мне без печки, думает Денис. Надо все-таки чинить. И едет в силу того, что Денис у нас парень очень компьютерно грамотный, но очень автомобильно безграмотный. Он начинает ездить по сервисам и пытаться понять, что же происходит с его печкой. По очереди ему приговаривают клапана печки, моторчик печки, блок управления печкой. Хм, пять тысяч на диагностику. Все по очереди заменено. Но нифига чудеса, друзья мои, печка так и не включается. И теперь, друзья мои, блок управления печкой, который оказался абсолютно исправным и рабочим, но был приобретен в связи с тем, что его приговорили сервисмены, нам нафиг не нужен. Может, кому-то из вас нужен, можем подарить. А ларчик открывался очень просто. Денис стал искать в интернете, что же происходит с печкой, если даже сервисмены, делая серьезные лица, слушают, нюхают, берут пробы, что-то меняют, берут за это деньги. Ну, ничего не происходит. Да что ж такое-то, а? Внимание! Я что-то вообще не пойму, он где. Так, давай еще раз. Ну, я его вижу, но почему-то в момент, когда я сажусь быстро, он куда-то исчезает. Итак, внимание! Ларчик-то просто открывался. С 25-го раза нашла, как капот открывается. 50 рублей, один предохранитель и работающая печка. И 50 рублей, это он еще круто переплатил. Такой предохранитель можно было взять и за 15. Не тысяч, заметьте, а рублей. А сейчас расскажу вам о самом надежном способе, как можно оплачивать свои штрафы за нарушение ПДД. Не секрет, что у нас в стране существует огромное количество разных баз, и они между собой плохо синхронизируются. Поэтому в одной базе ваш штраф может значиться как оплаченный, в другой как неоплаченный. И в итоге вы можете приехать где-нибудь на таможне и узнать о том, что у вас запрет на выезд. Приложение штрафы ПДД имеет доступ официальный ко всем абсолютно существующим базам и сразу отправляет информацию о платежах во все необходимые инстанции. А далее отслеживается статус каждого оплаченного штрафа до момента его прогрузки в базе. Кстати, приложение показывает все штрафы с фотографиями, чтобы вы могли посмотреть и убедиться, что, как и когда вы нарушили. Также по себе знаю, что есть такая проблема, что вы что-то там отплатили, что-то не получилось, и вы далее мучаетесь, некуда позвонить, негде ничего узнать. Так вот, приложение штрафы ПДД – это единственный сервис, в котором есть горячая линия, по которой отвечают на ваши вопросы и бесплатно вас консультируют. И что касается вот той вот скидки, 50% на раннюю оплату штрафов, здесь она тоже, конечно же, действует. Ну а также просто удобная вещь, если вас, например, остановил инспектор, или у вас просто какой-то вопрос. Здесь в приложении есть много полезной информации по правилам, по штрафам и так далее и тому подобное. По ссылке в описании скачивайте приложение как для андроида, так и для айфона. По кузову машина гниет, она вся уже в рыжих дырах. Это крайне неприятно, но для того, чтобы с этим что-то решить, необходимо иметь хороший бюджет, а его у нас нет. С этой вонью в салоне сервисмены разводят то на глушитель, то на впускной коллектор. Не очень понимаю, как при глушителе, который не издает никаких звуков, могут быть проблемы, связанные именно с запахом в салоне. По передней части мотора тоже неприятное течь масла. Надо разбираться. Из-за чего она – непонятно. Но Денис сейчас просто пышет недоверием к сервисменам после истории с печкой и с глушаком и говорит о том, что он никуда не поедет, пусть у него мотор умирает. Нашему второму оператору понравились эти звуки. Мерседеса, однако. Что за звук пошел? Так-так-так. Слышь лопасти, лопасти. Так-так-так-так-так-так-так-так. Да, задевают сто процентов. Вот кто, блин, ему говорил? Я не пойму, что это за диагносты были, которые говорили, что коробка нормальная и компрессор нормальный. Что, блин, за диагносты? Посмотрели компрессор. Оказалось, что подшипники изношены просто в ноль. Из-за чего роторы сместили свое положение и разбивают друг друга. Если все оставить так, как есть, то в итоге они разобьют и корпус компрессора. Заменили передние и задние подшипники, поменяли масло и заново выставили заводской зазор в винтовой паре. Для Дениса совершенно бесплатно все работы провели парни из Moscow Super Charge. Пожалуйста, посмотрите. У них есть совершенно замечательный канал на YouTube. На этом канале ребята показывают, как они строят и гоняют на очень крутых, мощных тачках. Ну и также там есть видео, так называемый бэкстейдж, о том, как мы чинили наш 208-й. Ты поешь уже, пойди. Чего ты стоишь-то здесь? Лена, приятного аппетита. Это вообще нельзя это снимать, вот это вот позорище, вот это нельзя снимать. Это паренные котлетки из кабачка, вот они у меня были с собой. А потом приехали эти люди и привезли еду из Макдональдса. При всех моих скудных знаниях в отношении компрессоров он не должен так работать, правильно? Данная специфика агрегата, он быть должен. В следующем выпуске, ребята, обязательно поедем на ТО, потому что помимо тех добрых людей, которые сейчас будут заниматься нашим компрессором, есть еще одни добрые люди, которые готовы поменять нам колодки и диски и вообще осмотреть машину на предмет поломок. И эти добрые люди, они называются автоцентр-фильтр, с которыми я давно работаю, давно дружу. И где, кстати, сидит мой страховой брокер? Очень хорошая организация, действительно. Вы часто спрашиваете, где обслуживаться? Вот прям замечательное место, особенно в наши тяжелые времена, когда хочется немножко экономить на обслуживании вашего автомобиля. Всегда есть все расходники для всех автомобилей в наличии. Ничего не нужно покупать заранее. Все очень удобно, никаких очередей, огромное количество постов. И мне совершенно не стыдно говорить об этой организации. Наоборот, я с радостью говорю вам о том, что я с ними сотрудничаю. Помимо всех прелестей, приезжайте, скажите, что вы от Лисы рулит. Если вы приедете с 10 до 14 по будням дням, то у вас будет акция «Московский жаворонок». И вы получите хороший скетончик. По ссылке в описании, пожалуйста, посмотрите. Мы с ними снимали не один проект. Ребята находятся в Сокольниках. И там же в описании вы можете увидеть ссылку на их сайт. По итогам еще пары дней с этим автомобилем, друзья мои, у меня возникла прекрасная идея. Выпросить у кого-нибудь из спонсоров 230 тысяч, потраченных на этот автомобиль для Дениса. И затем весело и прилюдно его сжечь. А ваших предложений я жду в комментариях, пожалуйста. Потому что, еще раз, по итогам, значит, хрустит у нас вот это. Помните, когда поворачивали руль? Тых-тых-тых-тых. Это поворотный кулак. Помните какой-то странный звук из мотора? Цык-цык-цык-цык-цык-цык. Это цепь. Помните такое? Тых-тых-тых-тых. В моторе это компрессор. А еще, когда только заводишь машину, сейчас она делает вот так вот. Зачем покупать эту машину за 230 рублей и дальше с ней жить так, как живет сейчас Денис? Об этом, собственно, и наш проект.